В предстоящие выходные в Гродненском областном драматическом театре состоится премьера спектакля по пьесе Айвана Менчела «Девишник над вечным покоем». В лирической комедии режиссёра Сергея Куриленко привлекло сочетание серьёзной философской темы, юмора и любовной линии. Пьеса рассказывает о трёх немолодых вдовах, которые каждый месяц празднуют девишник на кладбище у могил мужей. Одна из дам свято чтит память о своей второй половине и живёт мыслями о прошлом. Две другие снова влюбляются, надеются, мечтают. Это история о ценности жизни, о любви, которая поможет в самые трудные дни. Спектакль будет о том, что жить надо сегодняшним днём, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от того, что тебе Бог ещё один день дал, такой солнечный, не очень солнечный, дождливый, всё равно это замечательно. И, наверное, ещё, естественно, если не надо жить в прошлом, потому что оно тащит, и в нашей истории оно тащит вот прямо туда, чем вообще всякая жизнь заканчивается. И в будущее тоже не надо заглядывать, потому что разговор идёт уже о немолодых людях, а это всегда неизвестно, что с тобой завтра случится. Пьеса будет интересна и взрослым, и юным зрителям. Актриса Светлана Макрецкая, исполнительница одной из главных ролей, считает, что молодым людям спектакль позволит по-другому взглянуть на своих родителей, которые, несмотря на возраст, ещё полны жизни, могут и умеют ей наслаждаться, как и герои Айвана Менчела. Моя героиня, я её люблю. Она трогательная. Она, во-первых, 55 лет примерно, я так думаю, что ей. Потом она способна на новые чувства, способна любить не только мужчину. Она безумно любит своих внуков, она безумно любит память о своём муже и подруг своих. То есть такой тёплый, хороший, добрый, открытый для мира человек. «Девишник над вечным покоем» – это своеобразный разговор о жизни по душам. Лирическая комедия должна получиться трогательной, доброй, грустной и одновременно весёлой. На пресс-конференции также рассказали, что во второй день премьеры, 19 июля, в завершении 68-го театрального сезона, помимо спектакля, состоится награждение лучших, по мнению зрителей, актёров театра. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.